В Беларуси с 1 февраля повышается бюджет прожиточного минимума. Сумма увеличится до 296 рублей 55 копеек. Действительно, она будет до 30 апреля. Изменятся и размеры государственных пособий семьям с детьми, социальных пенсий и выплат по уходу за инвалидами. В Минобороны раскрыли детали проведения проверки боеготовности и сил реагирования союзного государства. Согласно данным, будут задействованы пять полигонов, все военные аэродромы. Местом отработки станут Брестская, Витебская, Гродненская и Гомельская области. Кульминацией, она же активная фаза, станет учение «Союзная решимость-2022». Начало запланировано на 10 февраля. Сегодня в стране проходит Единый день безопасности дорожного движения. В 2021-м произошло 385 аварий, в которых 45 человек погибли и 436 получили травмы. И это только в Могилёвской области. Госавтоинспекция выявила свыше 200 тысяч нарушений ПДД. Одной из главных причин фатальных ошибок за рулём было и остаётся пьянство. 13 тонн лома чёрного металла изъяли в побрузке. Перевозил его грузовой автомобиль, который задержали правоохранители. Документов не было. Позже стало известно, товар принадлежит предприятию из Минской области. Схема следующая. Приобретённые осенью прошлого года четыре металлические ёмкости работники общества демонтировали и разрезали на листы, намереваясь продать. А к металлолому общая сумма багажа 82 тысячи рублей. Нарушителям грозит штрафы в размере до 500 базовых величин. Бобруйская «Белшина» продолжает подготовку к новому сезону в высшей лиге. В программе товарищеские матчи. Ближайший пройдёт 30 января. Команда отправится в гости к столичному «Динамо». Начало игры в 13.00. Сейчас тренерский штаб просматривает новичков.